Как приготовить кофе с молоком правильно? Как лучше готовить кофе с молоком для здоровья? Лучше заварить кофе в турке с молоком? Или лучше сделать кофе с молоком в чашке? Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале доктор Скачко! А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более тысячи опубликованных видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И раскрыть еще некоторые особенности. Как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней? А точнее, как приготовить кофе с молоком правильно? А именно, что лучше? Приготовить кофе в турке с молоком? Либо сделать кофе в чашке с молоком? Ваш выбор определяет конечный результат. Будет у вас вкусный, приятный и полезный для здоровья напиток? Либо вы неправильно приготовили кофе с молоком? Можете со временем попасть на прием к врачу-онкологу? Либо еще быстрее на прием к врачу-кардиологу? Поэтому смотрите это видео дальше. Окончательный результат определяет мелкие нюансы, которые нужно знать и правильно выполнять. Самый простой способ приготовить кофе с молоком? Вы завариваете кофе в турке, а затем в чашке соединяете кофе с молоком. Нужно смешивать примерно в одинаковых количествах для того, чтобы хватило кальция в молоке для нейтрализации не очень вам нужной щавелевой кислоты. Она выведет из вашего организма кальций и создадутся определенные проблемы. Но если вы завариваете кофе в турке, у вас температура напитка примерно 100 градусов, а молоко чаще всего берете из холодильника, где температура 4-6 градусов. При смешивании вы получаете достаточно теплую жидкость, которая не всем приятна на вкус. И я вас понимаю. И для того, чтобы получить горячий кофе с молоком в чашке, вы должны скипятить молоко. Я бы советовал вам не кипятить, а просто немножко подогреть. Если вы доведете молоко до кипения, просто на открытом огне, при температуре 120 градусов по Цельсию начинают разрушаться жиры молока. И встреча с врачом-онкологом у вас уже появляется в реальной перспективе. Если же вы будете доводить молоко до кипения, оно у вас еще постоит, остынет, не угадали вы. Молоко закипело раньше, чем кофе. Здесь появляется еще один момент. Высокая температура приводит к тому, что жиры молока начинают окисляться. Им достаточно 40 градусов, для того, чтобы начать окисляться. И чем дольше находится молоко в подогретом виде, тем больше окисление. А значит вероятность встречи с врачом-кардиологом. И чем чаще вы совершаете эти ошибки, тем более вероятно попадание в поликлинику, в больницу с вполне характерной патологией. Часть экспертов советуют заварить кофе с молоком в турке. Можно сделать и так полезный для здоровья напиток. Но когда вы заварили кофе в начале в турке, а потом добавляете молоко, молоко должно быть обязательно обезжиренным. В этом случае нагревание молока не приведет к негативным последствиям. Иными словами, врач-онколог и кардиолог будут долго и нудно вас ждать, а вы получили полезный для здоровья напиток. Белки молока будут реагировать, а не свяжут немножечко кофеин. Он будет более медленное действие оказывать на ваш организм. Иными словами, вы не получите жесткий всплеск активности со стороны всего организма. А самое главное, со стороны сердечно-сосудистой системы. А действие будет плавное, растянутое во времени. И в этом случае вы употребляете полезный для здоровья напиток еще и безопасный для вашей жизни. Если же вы заварите в турке кофе с молоком не обезжиренным, встреча с врачом-кардиологом-онкологом становится более вероятной. Особенно она станет вероятной, если вы хотите заварить кофе на молоке в турке. Иными словами, у вас в начале в турке греется молоко с кофе. И вот здесь принципиально важно, если в первых двух случаях, которые я описал в этом видео, в молоке жиры не очень сильно окисляются. Окисление будет, и все зависит от активности вашей иммунной системы. То если вы взяли необезжиренное молоко, поместили в турку, поместили кофе, и кипятите их вместе, здесь возможны совершенно конкретные рекомендации. Ищите в интернете хорошего вначале врача-кардиолога. Он вам нужен будет в первую очередь по причине развития атеростероза в сосудах. А во вторую очередь, чуть попозже, спустя 10-12 лет при неправильном приготовлении кофе с молоком, вам понадобится и врач-онколог. Поэтому, если готовите кофе на молоке в турке, молоко обязательно обезжиренное. И вы готовите, завариваете вместе с кофе. В молоке есть вода, которая может помочь вам растворить полезные вещества кофе. И одновременно тот кальций, который находился в цельном молоке, нейтрализует вам щавелевую кислоту. Вы получите вкусный напиток, который будет очень медленно, плавно, я бы сказал, очень нежно воздействовать на ваш обмен веществ. Медленно его подстегивая, тонизируя, а также не перенапряжет работу сердечно-сосудистой системы. И в этом случае такой кофе, заваренный на молоке, может быть не противопоказан даже при наличии атеросклероза сосудов, гипертонической болезни, вегетососудистой дистонии, когда сердечная сосудистая система работает в не самых простых условиях. Конечно, важен не просто один напиток. Важен ваш образ жизни, который нужно корректировать, в зависимости от тех болезней, которые вы имеете. Если вы коррекцию производите адекватно и правильно, то вы, имея болезни, ведете достаточно активный образ жизни и безопасный для вашей, собственно, жизни. Вот эти нюансы нужно знать и правильно использовать. А если вам хочется, чтобы кофе был более калорийный, добавьте сливки после окончания приготовления, перед употреблением. Иными словами, когда напиток, температура его снизится градусом к 50 плюс-минус, и вы сможете его уже пить, вот в этот момент вы можете добавить сливки, можете добавить сливочное масло натуральное, и получите еще дополнительные вкусовые ощущения, которые улучшат качество вашей жизни. А безопасность обеспечивается правильным приготовлением кофе. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моих каналов словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поставить на него лайк, а я подумаю, как лучше написать следующее видео и опубликовать на своем канале. До новых встреч на моих каналах доктор Скачко и школа доктор Скачко.